Иван Иванович, у нас тут на канале ходит такая локальная шутка, назовем ее так. Мы когда обсуждали ваше 25-летнее заседание в Думе, тут еще пару созывов. У нас там будет робот Иван Иванович, андроид Иван, который будет на вашем округе депутат. Иван Иванович, что это такое? Что вы нам принесли в наш музей? Рассказывайте. Пока андроина нету, я принес музейный экспонат. Это древняя прялка. Абалдеть. Сколько ей лет? Ну, 150 точно. Ничего себе. Поскольку я все-таки веду исторические учерки, это историческая реликвия. Она подарена каналу 16 с намеком. Вот я считаю, что за этой прялкой раньше коротали долгие зимние вечера только женщины. Поэтому намек следующий. Хорошо бы на телевидении сделать женскую передачу. С посиделками. С некими посиделками. И пусть женщины говорят о семейном бюджете, о мужчинах, о любви. Ради бога, не надо говорить о политике, о рыбалке, о футболе. Это наше, это святое. Это муж. Да, да, да. А все остальное мы поручим женщинам. И пусть они организуют здесь посиделки. Я думаю, будет интересно. Ирина Вашегородцева, тебе слова. А мы пошли писаться. Да, поехали. 25 лет Рунету и Городской Думе. Визит депутата Государственной Думы в Саров, а также достойная зарплата россиян. О чем говорит город, говорим и мы. Обсуждаем самые актуальные события прошедшей недели. В эфире «Соседский Wi-Fi». С вами Кирилл Васенин. Эй, Петр Сненов. Петя, привет. Ну что, начнем? Начнем. С того, что наше детство прошло под определенные звуки диалап модема. И те, кто знает, помнит этот звук, Саша, ну-ка изобрази нам этот звук. Вот этот звук, друзья, означал, что в вашей квартире подведен интернет. И вы самый-самый крутой чувак среди всех крутых чуваков. Да, 25 лет назад, в 1994 году, образовалась зона .ru, так называемая, Рунет. То есть появились русскоязычные сайты. До этого были только европейские, англоязычные. И, как мы помним, все эти поисковики, Рамблер, начало Яндекса. Yahoo! Windows 98, вся вот эта штука. Windows 98. Вообще, на самом деле, интернет классная штука. Класснейшая штука. И, знаешь, эта легкая ностальгия появляется у меня, когда я вспоминаю вот эти вот карточки ролл. Карточки ролл. Саша, сделай карточку ролл для тех, кто не знает. Россия онлайн, да? Да, Россия онлайн. Они продавались за бешеные деньги. Можно было купить, в принципе, везде. А ночной бесплатный интернет? Ночной... Нет, стоп. Ночной бесплатный интернет был только на Ру-10 и на Ру-20. А на Ру-5 не было. Ру-5 было 5 часов, по-моему, доступа, если я не ошибаюсь. Господи, я сейчас вспоминаю и думаю, как же давно это было. Песня качалась. 15 минут, МП-3шка. Слушай, вот казалось бы, скорость была вообще мизерна. То есть вот сейчас вот в любом, условно говоря, смартфоне, в любом смартфоне там мегабиты в секунду какие-то просто сумасшедшие. То есть ты не можешь даже представить, что у тебя завтра не будет интернета в телефоне. Нет, ты просто вот так вот открываешь, набираешь то, что тебе надо, и у тебя сразу появляется. И тут как никаких проблем нет. А тогда это же была серьезная история. Обновить страницу, тыц, и можно чай сходить, налить себе, да. Слушай, я вспоминаю различные интернет-игры в тот момент. Помнишь? Была. Друзья, я вспомнил, что привет моему другу Димке. Диман, здорово, ты был единственным из моих друзей, который сидел в интернете и играл в игру, которая называлась «Бойцовский клуб». Да, слушай, действительно была такая игра. Я даже, мне кажется, я был в курсе на третьем институте. Суть была для тех, кто молот и юн. Да, совсем молот и юн. Да, совсем молот и юн, и не знает, что такое был «Бойка». Те, кто младше интернета. Да, это была такая, ну скажем так, текстовая игра, в которой соперники... А люди там покупали картинки, JP-шки маленькие. Да, люди покупали картинки для того, чтобы их персонаж, которого они заводили, был сильнее и мог с кем-нибудь там сражаться. Тебе не кажется, что ничего не изменилось? Ничего не изменилось. Совершенно не изменилось. Да, тогда это было такое, такой ноу-хау, ты сидел в Сарове и мог играть с человеком из Кореи, я не знаю. Ты мог играть с человеком из Владивостока, из Читы, из Новосибирска. На самом деле за 25 лет с интернетом произошло огромное количество всего, вплоть и хорошего, и, наверное, плохого. Ну слушай, тут вот новость недавно была. Друзья, представляете, вот за 2018 год, Кирилл, только вдумайся, люди потратили 12 миллиардов рублей на, как это называется, донаты... На картинке. Нет, не просто на картинке, на донаты стримерам. Вот это вот сейчас вот многие, наверное, не поняли, но это... Сейчас все бабушки и дедушки сильно скажут, что... Что? А вот я вам сейчас расскажу, чем, на что, так сказать, тратят взрослые дяди деньги, да, что называется. Сидит игрок, играет в свою игру... У себя дома. У себя дома. И транслирует ее в интернет. В это время взрослые люди смотрят, как он играет и платят ему за это деньги. Ты понимаешь? Кидает 100 рублей. По 100, 200, 500 рублей. И вот на это дело потратили 12 миллиардов рублей у нас населения. А потом говорят, что мы бедные. Поплохо живем. Да, что мы плохо живем. А есть, друзья, еще и стримы для взрослых, и там совсем другие деньги. А ты к тому, что плохо живем? Тут россияне определились. Назвали достойную заработную плату, с которой они бы, так сказать, жили хорошо и счастливо. Это сумма составляет, Кирилл? 66 тысяч рублей. Достойная заработная плата. Среднестатистическому россиянину нужна зарплата в 66 тысяч в месяц, чтобы жить достойно. Не шиковать, не вот эту вот вашу черную икру на красную сыпать. Нет, просто жить достойно и не покупать что-нибудь в самых дешевых супермаркетах. Немаловажный факт. 48% считают, что никогда не достигнут этого уровня оплаты труда. 48% респондентов сказали, что никогда в жизни эти суммы не достигнут зарплате. Я считаю, что половина просто хотят жить достойно, но не могут этого сделать. Петь, я тебе точно говорю, сейчас все те зрители, которые работают в муниципальном секторе, все учителя и так далее, и так далее, и так далее, все сейчас просто сидят и смеются в телевизору. Я с тобой не соглашусь, Кирилл. Тут совсем недавно нашлись достойные люди, получающие достойную заработную плату по мнению россиян. Ну-ка. Врачи города Сарова. Это официальная информация. Была пресс-конференция ОКОВА Сергея Борисовича, где он прямо и заявил, что средняя зарплата врачей в городе, ну правда с учетом заведующих отделений, 59 тысяч рублей. Кстати говоря, самые большие запросы где? В Москве. Да, ну это естественно. 100 тысяч рублей, ребята, люди в Москве хотят заработать. А во втором месте, наверное, Санкт-Петербург. Естественно, северная столица, 91 тысяча рублей. Самые скромные запросы в городе Чита. Всего 50 тысяч рублей хотят люди зарабатывать, чтобы жить достойно. Ну, наверное, и уровень жизни соответствующий. Ну, и, наверное, да, ну Чита. Ну, что может быть в Чите? Вообще, есть одно утверждение, ну так, околоэкономический термин, назовем его так, что хорошая заработная плата считается равной стоимости одного квадратного метра на той территории, где ты живешь. То есть, вот если у нас, знаешь, 64-66 квадратные метра, то вот, в принципе, мы в эти рамки укладываемся. На днях приезжал к нам депутат от партии ЛДПР. Да, с синеньким и желтеньким приезжал к нам депутат Курдюмов, и ты мне объясни, зачем человек приезжал к нам сюда. Я не понимаю, депутат Государственной Думы, он от нас баллотировался, что ли, или что? Нет, он по федеральному списку шел, по партийному. А почему он к нам-то ездил? Ну смотри, давай начнем с того, что сам Борисович Курдюмов, он долгое время был координатором Нижегородского отделения. Нижегородская область его родная, и он как бы, и у них есть распределение, у депутата Государственной Думы, он отвечает за определенные области. То есть Мурманская его, Владимирская, Нижегородская. И вот в рамках региональной недели, так называемой в Государственной Думе, депутаты Государственной Думы ездят по вверенным им, условно говоря, участкам работы. И проводят личный прием граждан. Вот, пожалуйста, приезжал, проводил личный прием, была запись, пришли люди лично, то есть не вот тебе зал, он сидит на трибуне, а непосредственно с каждым за столом пообсудили, написали заявление, обращение и так далее. И дальше он будет предпринимать соответствующие меры с тем, с чем к нему пришли люди. Ну, например, что не может решить местный младший, что может решить Федеральная Государственная Дума? В целом, то есть запрос от депутата Государственной Думы. Понимаешь, статус депутата Государственной Думы, он на уровне федерального министра. То есть это очень высокопоставленный человек, облеченный достаточно серьезными полномочиями. И, допустим, если проохранительный орган и так далее как-то саботирует определенный процесс, он может своим обращением обратиться напрямую к генеральному прокурору. А, вот. Да, то есть в Следственный комитет, к любому министру и чиновнику областному. То есть и те не... Ну, если, допустим, человек, то можно всегда, условно говоря, ответить, как у нас любил Владимир Ильич говорить, дурочку ответить. То депутату Государственной Думы дурочку точно не ответишь. И придется предпринимать какие-то меры. Да, а, ну то есть, грубо говоря, я, чтобы все понимали, я в том числе... То есть приезд депутата Государственной Думы, вот, в данном контексте, это некий рычаг для давления, для решения... Решения проблем. Да, да, поэтому важно, на самом деле, пользоваться любыми инструментами. Если у вас есть какие-то проблемы, если вы сталкивались с тем, что они не решаются или тормозятся, условно говоря, то, конечно, обращение депутата Государственной Думы, оно, да, к любому депутату, в принципе. Какой ему это интерес? Ну, потому что, ну, давайте понимаем, мы все люди меркантильные. Все что-нибудь преследуют, какую-нибудь... Ну, во-первых, понимаешь... Это что, предвыборка какая-то или что? Ну, нет, ну, предвыборка какая? Где тут у нас еще выборы-то впереди? Не Госдумы, не Захсобрания, ничего далеко. Вот, поэтому для него это просто работа, которую он, как депутат Государственной Думы, ну, это у него в обязанности проводить личные приемы. Так же, как и личные приемы, это у каждого депутата обязанности. Но я тебе скажу так, что любой депутат, он, проводя такие приемы, он как санитар леса. То есть люди идут к нему с проблемами, но не идут на площадь, я имею в виду, там, с митингами и так далее. То есть он как собирает вокруг себя вот эту протестную активность и ее, условно говоря, ну, канализирует, назовем ее так, и направляет уже... То есть пытается решить их проблемы, да, там, в мирном русле, в законном, законными методами. Возможностями. А не вот этими, знаешь, когда там люди несогласные, берут там транспаранты и идут на митинг протестовать против... Вилы, пары и факелы. Да, идут на площадь. И идут на площадь. Поэтому, конечно, вот такие визиты, они очень важны и нужны. Друзья, ну, а пока вы перевариваете все новости, которые на вас вывали, особенно про интернет. Ну да. Особенно про зарплату. Давайте посмотрим, что Наталья Петрунина нарыла в Телеграме. Наташа, тебе слово. Госдума приняла во втором чтении законопроекта об изоляции Рунета. Предполагается, что он вступит в силу уже с 1 ноября этого года. По версии авторов законопроекта, он создан исключительно на тот случай, если кто-то извне захочет ограничить или отрезать российский сегмент интернета. В таком случае операторы будут вынуждены подчиняться его величеству Роскомнадзору, который, в свою очередь, самостоятельно будет фильтровать интернет-трафик. В Майкрософт подтвердили, что флешки можно было вынимать без безопасного извлечения еще с Windows 7. В системе стоят специальные средства защиты, которые не позволяют записывать данные на внешний диск во время извлечения. Ну вот, а вы боялись. Как сообщает канал Лентач, на днях Владимир Путин одобрил введение в Санкт-Петербурге туристического сбора с иностранцев. Налог в размере 100 рублей в сутки поможет собрать более миллиарда рублей для реставрации зданий, заявил исполняющий обязанности губернатора северной столицы Александр Беглов. А вот Российский союз трундустрии не поддерживает такую инициативу. Туристы ни в чем не виноваты перед питерскими фасадами, они на них только смотрят. Поэтому тем более непонятно, почему именно они и должны платить за ремонт, заявила пресс-секретарь объединения Ирина Тюрина. Чувствуете, да? Налог на воздух все ближе. Вы не поверите, но на одной из птицефабрик Свердловской области годами тайно освещали яйца накануне Пасхи. Фотографию ритуала разместил на своей странице в Facebook основатель сети ресторанов доставки Иван Зайченко. В комментариях предположили, что это может стать удачным маркетинговым ходом. Не у всех хватает стойкости дождаться окончания пасхальной службы, а увидев в магазине освещенную продукцию, даже далекий от веры человек выберет именно ее. Директор птицефабрики подтвердил, что на предприятии уже много лет освещают яйца перед Пасхой, но держат это в тайне из-за уважения к другим религиям и не делают специальную этикетку. С 12 апреля Россия запретила ввоз яблок и груш в территории Белоруссии. Также не исключается введение запрета на импорт клубники, пекинской капусты и шампиньонов. Как сообщает Лента.ру, причиной такого шага стали опасения возможных незаконных поставок продукции из санкционных стран. Мол, братский народ подделывает сертификаты, и вместо разрешенной нормальной белорусской еды поставляет нам итальянские деликатесы. Фу, какая гадость. Между прочим, в России уже возник самый настоящий дефицит салата Романа. Это тот, без которого Цезарь не Цезарь. Кстати, его поставляют нам через Белоруссию из Ирана. Так, ну а в студии появился наш гость Иван Иванович, депутат с 25-летним стажем. Иван Иванович, приветствую вас. Привет, Иван Иванович. Приветствуем. Иван Иванович, я считаю, что нас исполнилось не 25 лет в городской думе, а 25 лет, как Иван Иванович заседает в городской думе. Вот так вот. Мы вообще, на самом деле, бесконечно рады вас видеть каждый раз в нашей программе, поэтому доставайтесь в ваш кнопочный телефон, будем сейчас вводить пароль от Wi-Fi. Настолько опытный депутат, что может ввести пароль от Wi-Fi даже без модуля Wi-Fi в телефоне. Вводите. Бесконечность. Раз, 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 раз. Все готово. Молодец, Иван Иванович. Помните первый день, первый из первого заседания в государственном доме? Чего сказал? В городской думе. Помните, какой первый вопрос был, освещался? Нет, конечно же, первые вопросы всегда бывают организационные. 1994 год. Тогда избрались с первого раза 9 депутатов, потом признали полномочия еще двоих, и нас стало 11. На весь сырок? А всего сколько было? Тогда квота была 15 депутатов. В принципе, правомощное собрание уже. Да. Вот когда 9, мы были неправомощны, когда 11 уже правомощны, округа были, конечно же, огромные. И потом, забегая вперед, скажу, что были до выборов в декабре того же 1994 года, и опять-таки избрали не всех. Выборы состоялись по трем округам. И мы так до конца созыва работали в составе 14 человек. 15 округ был пустой. Но как раз первое заседание было посвящено организационным вопросам. Значит, делили портфели, если можно так сказать, насчет 11 человек. Кто, за что будет отвечать, за какие сферы. А это уже был демократический момент, да? То есть говорит, ребята, кто хочет отвечать за экономику? Я-я-я-я-я-я! Конечно, так-так-так. А кто будет за Волуус-Музырев? Ну, тогда у нас полномочий были достаточно куцами. и был председатель был заместитель ну грубо говоря по финансо-экономическим вопросам и промышленности том числе это строительство второй заместитель был по социально-культурным вопросом и каждый депутат брал на себя какую-то стидию какое-то направление кто за норма творчества кто за правопорядок и так далее там подобные но сами понимаем что досталось но я тогда был председателем мне приходилось досталось все за всем не надо знать атмосфера тогда была очень напряженной вот представляете 3 октября 1993 года ельцин не придумал ничего лучшего как отдать приказ расстрелять белый дом по сути дела ликвидировали законодательную ветвь власти и когда распустили верховный совет распустили все аналогичные советы во всех городах и вещах необъятной россии и образовалась пустота с октября по март но дело в том что природа не терпит пустоты и тогда вышли законодательные подзаконные акты которые всю полноту власти передали исполнительным органам администрации конечно вот вы представляете городской совет народных депутатов это было законодательно в власти а городские думы уже обозвали представительными органами власти естественно полномочия сузились до нельзя в городском совете было 150 депутатов у нас как я сказал уже 15 не только полномочий урезали но и числен состав урезали понимаете мы все вынуждены были начинать с нуля если городской совет народных депутатов занимал четвертый этаж нашего белого дома то когда пришла первая дума там уже больше половины этажей было занято отделами и управлениями администрации и нам отвели только маленький зал где мы проводили свои заседания вот как раз 11 и 14 человек и два кабинета все остальные кабинета занимали как бы люди из администрации интересно водка самый курьезный случай момент вот что не такое из жизни за 25 лет на память что приходит ну вот допустим мы недавно собирались по случаю юбилей городской думы но там не все бы конечно же не все а я вспоминаю николай петрович стадникова как он выступал значит ярче черномырдина и ярче жириновского он выступал стоп стоп подожди ярче жириновского да да вот в этом отношении а все ждали выступление николай петровича он выступал по разным проблемам и вот такой курьезный случай тогда было инвестиционной зоны в нашем городе были деньги в городском бюджете и было три фонда фонд конверсионных производств фонд социального развития и фонд правопорядка и денег там накопилось примерно столько же сколько в городском бюджете денег было много и тогда у нас на строительство шли очень и очень неплохие деньги и на одном заседании депутаты поставили вопрос почему денег много а строительный комплекс такой тогда еще существовал надо делать должное саровский строительный комплекс так вот денег много а строители местные их не успевает осваивать давайте посвятим заседание дума вопросу строительство пригласили в президиум начальника лукса и на трибуну вышел николай петрович стадников значит он очень ярко выступал а в конце решил приукрасить свое выступление поговоркой была бы курочка сварит и дурочка намекая о том что есть деньги что же не строить то весь зал захохотал петрович не понял такой реакции он повернулся президент и спрашивает начальника лукса я правильно говорю виктор иванович 9 кто не знает начали курса тогда была курочка николай петрович действительно ярче жирновском ярче черномодина и я бы сказал так вот к сожалению сейчас не хватает вот ярких выступлений николай петровича а надо было бы сейчас но наверное вообще ни для кого не секрет что любая дума любого города разбита на некие такие условные фракции группы и людей по интересам и так далее вот тогда это был единый организм или также как сейчас бы это были разрозненные группы которые в какой-то степени боролись за власть там а группировки всегда были будут они были есть и будут эти группировки я уже говорил как-то с трибуны на юбилейном нашем заседании все мы разные город у нас один и это нужно воспринимать достаточно спокойно у кого-то свое видение как город будет развиваться у кого-то другое это видение мы можем спорить ругаться но в одном мы едино город у нас один мы все желаем добра процветания развития и так далее там подобное а вот способы механизмы как достичь этого процветания конечно по всех разные поэтому относиться к этому нужно очень спокойно мудро анализировать эти вещи это вот то что касается думаю но ведь 25 лет общения с избирателями то есть я вот хоть и молодой как говорится депутат четвертый год то есть это вот я считаю что самый ну важный наверное вот мы тут обсуждали визит депутата государственной думы и личный прием вот эти 25 лет вот избиратели поменялись вы на одном этом же округе получается но то есть одна и та же примерно плюс минус территории то есть как изменился избиратель вот за это время то есть как изменились настроение людей как изменились потребности людей что что было важно тогда что сейчас избиратели изменились сразу скажу вот я отмотаю пленку назад и и вспомню все-таки городской совет народных депутатов последнего созыва вот это были первые альтернативные демократические выборы и было некая романтика первых лет перестройки все хотели поворота к лучшему убрать бюрократические препоны и вот действительно 150 человек все яркие личности абсолютно все вот действительно когда была романтика может быть в чем-то заблуждались в период этой перестройки но всех были искренние намерения все шли с добром и люди когда голосовали за этих депутатов они шли на избирательной участке в массовом порядке потом все изменилось по первой думе я уже говорил а сейчас вы знаете тотальное недоверие всем ветвям власти вот вы не заметили настроение изменилось если тогда была романтика ну возьмем хотя бы девяностый девяносто первый год а сейчас прошло более четверти века недоверие власти везде вы почитать такой пессимизм политический конечно конечно начиная от самых верхов и заканчивая органами местному саму право что делать тогда его ну вот да как есть какой-то ли доказывать хотя бы утопический который понятное дело что на практике в жизни не реализуется потому что ну потому что я понял вот какой есть утопический способ сделать так чтобы начали верить я считаю что те же депутаты должны идти к избирателям с правдой какая бы ну например ну я хотите можете на своем примере если есть о чем сказать ну вот допустим так год назад по моему в большом зале нашей администрации на первом этаже состоялось собрание жителей которые протестовали против вырубки леса на улице 11b который до совершенно для людей потому что люди 11b но строительство новой поликлиники в старом районе и создание и создание нового вы коровы и гаражи стоят вот там должна быть больница там вырубались лес вот ярко мест в зале не хватило значит а люди стояли в проходах между рядами кто сидел кто стоял никто не расходился процедура была длительной организатор этих слушаний как бы согласно регламенту буквы закон очень подробно зачитывали все мнения все протоколы народ не расходился то есть они пытались сделал так чтобы народ ушел уже это называется мариновали да но есть такое мариновали но дело в том что с трибуны наверное только два-три выступления было в поддержку этого строительства остальные выступления были против и вот здесь я считаю что людей нужно услышать людей нужно услышать если например вот ваши планы не совпадают сомнениям подавляющего большинства населения нашего города нужно встать на сторону населения по крайней мере для кого мы работаем для избирателей для людей к ним нужно идти с правдой и не скрывать ничего что там за ширмачкой мы готовились к перед программе придумали один интересный вопрос которым пойдем сейчас вопрос пойдет к людям нам нам важно еще ваше мнение кого бы из знаменитых людей вы хотели видеть в нашей городской думе утопически в любого любого вообще ну вот кого он хотели видеть в виде депутата даже тех кто умер да даже без разницы вернуть потому что нужен вернуть да ну я думаю что многие со мной согласятся что от людей уровня столыпина сейчас нам не хватает но естественно петр столыпин и пошел бы депутатом наши саровского городскую думу он человек масштаба российской империи ну вот да вот в этом отношении я считаю как людей такого масштаба не хватает сейчас современной политики ну а мы собственно у жителей города решили спросить кого из известных людей они бы гипотетически хотели бы видеть на местах депутатов городскую думу в саруе вообще было бы здорово если бы сережка зверев к нам пришел в городскую думу но чё прикольно же все выходили стильные модные глядишь и на каблуках бы научились ходить серёга буду за тебя голосовать неожиданно вопрос а это может быть филипп киркорова там или ал пугачёва пригласить что-то изменится владимир владимирович сам любимый наш а в нашей городской думе наши я не знаю хритон но он бы вряд ли ну и так он был очень человек занятой не знаю на ум приходит только константин семен которого я время от времени слушаю больше никого не могу сказать гагарина ну вот чем я не звезда вот моя бы кандидатура и и моя бы кандидатура подошла бы подошла бы и я бы стала еще более знаменитости какие у вас еще варианты петра первого годится конечно петра первого тогда чему он бы изменила наш город к лучшему наш город я думаю да ну зруков а почему уважаемый человек большие заслуги перед обороноспособностью александра невского потому что он но за его спиной очень много достижений захваченных целей это человек ну с большой буквы который многое сделал для своей страны свое время на самом деле моя бы кандидатура была самая лучшая но к сожалению я еще не стала знаменитостью и даже не вошла в историю но если быть честным то я бы проголосовала за мартина лютера кинга кто это забейте в гугле вы у нас не первый раз приходите если первый раз мы играли с вами в игру которая называлась третьего не дано то есть вам у вас не было выбора а теперь игра называется все самое-самое сейчас будем все вы завалите возводить в абсолют то есть я вам буду зачитывать какое-то определение вам надо абсолютную величину надо итак самая дорогая вещь что у вас есть но я думаю что автомобиль отлично самый любимый напиток у меня сам до чай конечно отлично самое любимое индийское кино у меня нет такого нет 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 что ладно индийские кино проехали самая большая радость жизни я думаю что рождение дочери внука кайф самая красивая женщина это естественно все мои родственники жена отлично самый великий политик за историю стали стали самый бездарный депутат за историю сарова не надо это по личности им пропустим все вопросы кончились друзья так делаем фотку которую мы делаем всегда на мой классный телефон вам с ним справиться так все улыбаемся и вашим отлично фотка сделана друзья на этом мы с вами прощаемся всем пока до увидимся через неделю